Альманаха Мне хотелось бы сказать, что Альманах это живой организм и конечно же в течение 10 лет этот организм развивался, рост, преображался, изменялся вместе с течением времени и принимая его вызовы и отражая его вызовы. Для того, чтобы рассказать саму суть, саму сердцевину этого Альманаха, мне бы хотелось прибегнуть к размышлениям Александра Казина. Есть такой культуролог, искусствовед и он говорит, что в современной русской литературе и вообще в мировой литературе наблюдаются три основных течения, направления. Первое направление это классицизм, второе направление это модернизм и третье направление это постмодернизм. Вот очень интересно, те кто работает в системе классицизма, они имеют перед собой Бога, то есть они пишут для Бога. Те, кто работает в системе модернизма, они взывают к человеку, говорят о человеке и апеллируют к человеку. Те, кто работает в системе постмодернизма, они доходят до виртуозной, но все-таки игры. Игры с мыслами, игры с понятиями, игры с культурологическими пластами. Если западная литература ушла бы в своем основном вот этот третий слой, то русская литература сохраняет три этих пласта. И классицизм, апелляция к Богу, и модернизм, апелляция к человеку, и вот эти моменты постмодернической игры. И наш альманах ступени, представьте его страницы, вы найдете все эти три направления. То есть этот альманах, он встроен в общие литературные мировые процессы и сохраняет духовно-нравственное здоровье. Он идет не против человека, не против человеческой души, а за человека, за человеческую душу. И мне поразила, честно говоря, вот эта фраза Нины Кейде, что благодаря ступеням образовалось очень много и жизненных, и личностных связей, и духовных. Самое главное, ключевое слово – духовных связей. Итак, нравственное здоровье. Но кто обеспечил это здоровье? Это, конечно же, группа. Группа единомышленников, группа энтузиастов. И, конечно же, кто-то эти группы все равно. Пусть мягкой силой, но руководит. Я уже сказала, что душой МАПА все-таки является Дором и Сенгисер. И мы обращаемся к ней и с профессиональными вопросами, особенно в сфере корректуры и в сфере верификации текста, скажем так. Визуального концепта текста. И поэтому я думаю, что все сейчас подборные аплодисменты будут наблюдать, как Доросе будет в руке. Прекрасная, прекрасная женщина. Пожалуйста. Подойдите. На фоне? Торочка. Нас зовут Нафон. Пожалуйста. Пойдемте, дорогая. Все, 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 все. Будем сейчас на фоне. Все, еще раз? Ну, хорошо. Все, все. Это еще не все. Но чтобы, говорят, цветущие женщины, добавят до того достойных мужчин. И, видя достойные мужчины, они обеспечивают не только цветущую женщину своей, но и цветущую своего дела. И аплодисменты Львову и Сельдесеру. Вечерка на торте, самая кульминация. У нас в гостях известный в Европе, во всем мире писатель из Израиля, Михаил Ланбург. Это творческое взаимодействие, творческое развитие образовалось совершенно недавно между Мапом и Михаилом Ланбургом. Здесь присутствует переводчик Леонида Пикшунина. Леонида, встаньте, пожалуйста, еще раз обрала, где посмотрели. Это очень интересная история. Михаил Ланбург родился в городе Шевляй. И он как-то очень интересен с Исааком Мэросом и с Григорием Кановичем. Они как бы шли в литературе, как бы это люди одного поколения. Но если и Канович, и Мэрос, они считаются звездами, то Ланбург как-то, он, ну, как бы, так вот в эти вот ряды, такие вот общепризнанные величины, как бы все, как бы не выходило. Пока мы за него не взялись. Но когда Мам за него взялся, то сейчас он подсек. Только, пожалуйста, не сердитесь, Мэрос. Вот. Но я хочу сказать об этой женщине. Вот представьте себе. Она читала его, читала на русском языке. Она переводчик сама с немецкого языка, живет в Мариамполе. И вот он настолько запал ей душу, что она, как рассказывает, она сначала выписывала дитаты. Кто не читал Ланбурга, все идите в интернет, все читайте. Потому что это действительно очень мокро, очень современно. И вот она сначала выписывала и антиклопедические знания про него в области литературы. Значит, и сначала она выписывала цитаты, а потом думает, зачем мне только цитаты. И она начала его переводить. И вот она добывала деньги из, я не знаю откуда, из каких-то обществ. И она перевела его две книги, самостоятельный литовский язык, две книги. Вот, представляете, по зову сердца, без всяких контрактов, без ничего. Вот что такое литературный процесс. То есть это какое-то чудотворство. И никогда не знаешь, с какой стороны тебе это чудо придет. Но надо быть готовым, понимаете, к тому, чтобы это чудо воспринять и быть его достоин. И так, пожалуйста, Михаил Вангур. Он специально сказал, ни в коем случае, там в боговщем списке меня нет, только заключительное слово. Пожалуйста. Пожалуйста. Поднимите крокод. Поднимите крокод. Спасибо. Я всего ожидал, что нужно таскать столь я буду. Закончат другие. Есть еще кто не выступал. Простите меня, пожалуйста. Я старый преподаватель. Никогда не вел урок. Леонида, я никогда не вел урок, если кто-то мне мешает. Всем говорю, ребятам, кто не хочет. Вот вы идите в скласс. И так, я специально для вашего торжества, нашего торжества придумал небольшую такую миниатюрку. Случилось так, что меня позвали в состав жюри международного литературного конкурса «Зеленый медведь». Поскольку позвали, пришел. В первый день состоялось общее знакомство с участниками. Члены жюри принялись присматриваться к каждому, а затем выслушивать каждого. Всего участникам оказалось 30. Первый назвался поэтом. А поскольку я не налюбливаю поэтов, то смотреть на него не стал. Вторым участником оказалась молоденькая поэтесса. А потому на нее я не стал ни смотреть, ни слушать. Третьим выступающим был старичок. Кажется, он рассказывал о том, как давно и где именно родился. Но на его рассказе месяца заточиться не удавалось, ибо не мог оторвать взгляд от обильного пучка волос на его ушах. Шестым предстал перед жюри детский писатель. И я не увидел ничего удивительного в том, что у него столь мрачное лицо. Девятый участник прилетел из Бельгии, и было заметно, что он настроен по-боевому. Во всяком случае, поднявшись с места и засучив рукава, он неторопливо оглядел жюри конкурса и пощелкал зубками. Двенадцатый объявил себя автором повести о верблюде и прочел забавный отрывок. После двенадцатого участника, председатель жюри, литературный критик из Москвы сказал, что следует устроить небольшой перерыв. В перерыве ко мне подошла молодая поэтесса и разрешила мне послушать ее стихотворение, состоявшее всего из одной строчки. Я выслушал. «Что скажете?» – спросила поэтесса. Я сказал, что мне стихотворение показалось несколько затянутым. В ответ на мой отзыв девушка позволила мне принести ей бумажный стаканчик кофе. После перерыва знакомство с участниками конкурса продолжилось, и я услышал много любопытного. Однако, когда с места поднялся двадцать седьмой участник, я взглянул на председателя жюри, опасаясь, как бы та не забыла объявить перерыв на фурше. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие, 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 подождите еще не пурсет, еще не пурсет. Это моя кульпа. Значит, есть еще две вишенки из Риги. Не просто, а из Риги две вишенки. И вот одна вишенка сейчас выступит. Это Ирина Ганевская, это сказочница и детская поэтесса. Пожалуйста. Одно стихотворение. Мечтатели Сидели две мыши у бурной реки, старая и молодая. Летели над ними, как воздух легкие летучие мыши старые. Смотри-ка, воскликнула старая мышь. Наши на слет полетели. Да может ли быть, молодая ей мышь? Мыши летать умеют? Умеют, кинула старая мышь. Затрыгала молодая. И я так смогу. И когда-то в Париж слетаю, мечта золотая. В то время вдоль берега шел тихо год. Грустный, усталый, голодный. Мне б хлеба кусочек. На нем антрикот. Я был бы судьбой удоволен. Не знаю. Сбыла с него же мечта. Но кот стал в тот вечер счастливым. Мораль всего здесь довольно проста. Немного с печальным отливом. Мечтаете. Но помните, рядом всегда есть кто-то, кто тоже мечтает. Когда исполняется ваша мечта, то чья-то мечта умирает. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна вишенка. Итак, да. Это очень экспрессивный поэт. Так что приготовьтесь. Это самая крупная вишня. Пожалуйста. Я буду очень рад. Я поскольку я как бы выпала честь закрывать это предприятие. Такое что ли обобщающее, я не знаю. Довольно старая зарисовка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Должно быть рядом чьего-нибудь плеча. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые гости. Спасибо за ваше долготерпение. Но я думаю остались сами стойки, которые без поэзии жить не могут. А теперь я приглашаю всех на наш небольшой фуршет, где мы сможем друг друга поздравить с десятилетним юбилеем нашего альмонаха. Прошу вниз, на первый этаж.